Ведущая передачи «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна. Адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Добрый день, уважаемые зрители! Позвольте впервые представить вам нашего нового приглашенного гостя Виктора Ивановича Качалова, доктора юридических наук, профессора кафедры уголовно-процессуального права имени Радуты Российского государственного университета правосудия. Здравствуйте, Виктор Иванович! Добрый день! Хотелось поблагодарить вас о возможности поучаствовать в дискуссии, связанной с проведением следственных и иных парусиальных действий с использованием видеоконференц-связи ВКС. Да, я хочу сказать нашим зрителям, что в восьмом номере журнала «Уголовный процесс» вами была опубликована статья «Нарушение при производстве следственных действий по ВКС». И скажите, пожалуйста, что было вообще побудило такую статью написать и какие нарушения вами были выявлены и систематизированы? Спасибо. Прежде чем статья была написана именно и касается проведения следственных и иных парусиальных действий с использованием видеоконференц-связи, и побудителем написания этой статьи стали проблемы, которые имеются в следственной судебной практике. Во-первых, и прежде чем приступить именно к самой сути следственным и иным парусиальным действиям и их правовой природе с использованием видеоконференц-связи, хотелось бы обратить читателей, слушателей некоторую историческую составляющую использования видеоконференц-связи с использованием следственных и иных процессуальных действий. Дело в том, что в практике, в судебной практике, впервые использование видеоконференц-связи было использовано или было использовано в 1999 году судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Когда Верховный суд рассматривал, судебная коллегия в частности, в качестве суда костационной инстанции, уголовное дело, в котором осужденный находился в Приморском крае, в одном из следственных изоляторов города Владивостока, а само уголовное дело находилось и рассматривалось в городе Москве. Кстати, парадоксальная ситуация, президиум признал использование в этой ситуации, президиум Верховного суда, видеоконференц-связи как недопустимое доказательство. Признав его само судебное разбирательство незаконным в силу того, что видеоконференц-связь использовалась защитником без согласования с ним, защитник был по назначению, и он не мог в достаточное количество времени пообщаться с осужденным своим подзащитным по этому уголовному делу. С точки зрения позиции Конституционного суда, впервые Конституционный суд высказался о видеоконференц-связи, в частности, их использование. В таком отказном определении Конституционного суда от 16 ноября 2006 года речь идет об определении Конституционного суда номер 538-О по жалобе гражданина Давыдова на нарушение статьи 376 Уголовно-правоциального кодекса. И вот Конституционный суд тогда четко высказался, что возможность обосновать позицию осужденным и иным лицом можно путем первой непосредственного его участия, второй с использованием системы в виде конференц-связи и третий иным способом. Вот эти так называемые правые аспекты побудили в начале законодателя внести изменения и появилась статья 278-я со значком 1 Уголовно-правоциального кодекса. Но редакция была изменена в 2022 году и появилась у нас статья 189-я со значком 1, где возможно проведение следственных и иных пароциальных действий в ходе досудебного производства. Хочу подчеркнуть, законодатель в ходе так называемого досудебного производства определил только возможность проведения трех следственных действий. Речь идет о допросе, очной ставке и предъявлении для опознания. А в ходе судебного разбирательства возможно производство допроса и иных судебных действий. Почему законодатель в ходе досудебного производства выделил только три проведения следственных действий? Это связано с четырьмя так называемыми причинами. Первое. В результате именно вот этих следственных действий наименьше всего теряется купирующая информация, имеющая значение для уголовного дела. Вторая причина. Наименьше всего искажается информация, имеющая значение для уголовного дела при производстве вот именно этих следственных действий. Третья причина. Источником информации, имеющей значение для уголовного дела при производстве именно вот этих следственных действий, является, как правило, одно физическое лицо, которое проводит незначительное количество действий, имеющие незначительный коэффициент повторяемости. В этой связи не требует использования высокоскоростных коммуникационных настроек и мобильных установок в виде конференц-связи. И четвертая причина использования именно вот этих следственных действий была связана с тем, что при проведении данных следственных действий не нарушается принцип непосредственности производства самого следственного действия. Виктор Иванович, я с вами полностью согласна, но ведь при проведении очной ставки, тем более если это между двумя обвиняемыми или подозреваемыми, участвуют два непосредственно обвиняемых и подозреваемых, и также их защитники, которых могут быть не два, а намного больше лиц. Поэтому это, наверное, следственное действие выходит за пределы участия одного лица. Но в принципе, вы действительно абсолютно правы, что непосредственно и не нарушается, и можно соблюсти все права всех участников, зафиксировать все процессуальное следственное действие от начала до конца и не потерять его суть при проведении именно допроса, очной ставки и предъявления для опознания. Да, вы здесь правы. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, тогда о нарушениях. Какие основные нарушения? И давайте сначала скажем вообще, какие требования предъявляются к видеоконференц-связи? Как она должна проходить? Спасибо. Но наука и вообще практика выделяют две основные причины, в результате которых можно признать следственное и иное парусуальное действие, в частности, следственное действие судебного характера, а в ходе досудебного производства следственное действие, в результате которых можно говорить о том, что доказательства, полученные при проведении или с использованием в виде конференц-связи, является недопустимым. Хочу обратить внимание наших читателей, слушателей на пункт 16 постановления Пленума номер 8 от 1995 года, от 31 октября, в редакцию от 3 марта 2015 года. О практике применения судами Конституции при осуществлении правосудия. Дело в том, что в этом пункте, пункте 16, Верховный суд определил общий критерий признания доказательств недопустимыми. И вот одним из пунктов является несоблюдение требований, предусмотренных законом. В частности, речь идет, а если в уголовном судопроизводстве, уголовно-процессуального закона. Так вот, в этом контексте можно выделить, как я уже говорил, и выделяют две группы нарушений, в результате которых можно говорить о недопустимости, а если при соблюдении допустимости, доказательств. Первое, это сами уголовно-процессуальные нарушения, которые связаны, в первую очередь, со статьей 7, принцип законности, и они имеют или отражены в нормах УПК, общие, так называемые, то есть процессуальные нарушения. И сами все эти процессуальные нарушения, они делятся, в свою очередь, на два подвида. Первый, это общие, которые отражены в нормах. Ну, первый, к примеру, это следователь или орган дознания, ну, в частности, дознаватель не вынес постановление о принятии дела к производству. Но здесь я хочу обратить ваше пристальное внимание, что проводить так называемые следственные действия в ходе досудебного производства могут и оперуполномоченные по поручению начальника органа дознания в случаях, когда имеет место быть производство неотложных следственных действий в порядке 157 статьи УПК. Вот здесь как раз-то не требуется вынесение отдельного постановления о принятии дела к своему производству, но в рамках процессуальной формы начальник органа дознания должен делегировать тогда полномочия на производство вот этих следственных действий и неотложных следственных действий посредством просто где-то записи в уголке уголовного дела или материалов уголовного дела. Прошу провести неотложные следственные действия, где именно вот этот оперуполномоченный будет признаваться надлежащим субъектом. Вот это первое правило, общее правило. Второе правило, это правило связано с тем, что недопустимость проведения вот этих следственных действий, использования ВКС, в ночное время, за исключением случаев, нетерпящих отлагательств. Третье, недопустимость применения насилия, угроз или иных незаконных мер, а равно создание какой-либо опасной для жизни и здоровья участвующих в деле лиц ситуации. Четвертое, общее правило, это разъяснение прав, ответственности, порядка проведения этого следственного действия. И четвертое, предупреждение об использовании вот этих следственных действий, о которых мы говорили выше, с использованием технических средств. Но эти общие как-то называемые правила, они должны рассматриваться еще в совокупности со специальными правилами. Вот здесь как раз-то специальные правила, они определены в так называемый 189 со значком 1 статьи Уголовно-процессуального кодекса. И вот на них я бы пристально обратил внимание. Первое. Какие? Это наличие письменного поручения от следователя, дознавателя, который принял дело производства, и надлежащего так называемого субъекта публичных правоотношений со стороны обвинения, ну назовем органа дознания, оперативника, прочего, который осуществляет именно в порядке неотложных следственных действий на законных основаниях проведения этих следственных действий. То есть, подчеркиваю, письменное поручение об организации участия этого следственного действия. Второе. Это протокол, в результате которого ведется следственное действие с использованием видеоконференц-связи. И этот протокол должен соответствовать требованиям, предусмотренным по кону. Речь в первую очередь идет о 166-193 статье Уголовно-профессуального кодекса с учетом особенностей его подписания. И вот здесь есть несколько так называемых особенностей. Первое. Речь идет о месте проведения производимого следственного действия. Обязательно в этом протоколе должно быть отражено место составления и местонахождение лица, в отношении которого используется видеоконференц-связь. Ну, к примеру, если в городе Москве проводится следственное действие, а он находится, к примеру, в городе Владивостоке, то, безусловно, в этом протоколе должно находиться и местонахождение город Владивосток, нахождение этого лица. Второе. Что в этом протоколе должно быть отражено? Это запись о разъяснении участникам следственного действия, их прав, обязанностей, ответственности, порядок этого следственного действия и оглашение то, что этот протокол был оглашен. Причем необходимо в этом протоколе отражать, что вне места производства следственного действия, который проводится, например, город Москва, и местонахождение лица, в котором обязательно должна быть подпись. Но здесь нет разновидности протокола, речь идет о так называемом подписке, как составляющей протокола вот этого следственного действия, и где в обязательном порядке должна быть роспись лица, что ему ознакомили со всеми его процессуальными правами. Виктор Иванович, но тогда в таком случае у нас получается один следователь-дознаватель должен присутствовать в том месте, где он основное проводит следственные действия, например, город Москва, а второй, тоже представитель следственных органов дознания, должен присутствовать при лице в другом субъекте, где проводится, чтобы отобрать соответствующую подписку, что ему разъяснены его права, что ему известно о том, что будет проводиться видеоконференц-связь, и все будет под запись. Получается, что у нас должно присутствовать несколько либо следователей, либо оперативных сотрудников с поручением следователя при проведении указанного следственного действия по ВКС. Да, вы правы. Здесь, безусловно, должно быть использовано не только сам следователь, но по его поручению должен участвовать в месте, нахождении того лица, в отношении которого проводится это следственное действие, к примеру, в городе Владивостоке, и либо следователь, либо дознаватель, либо должностное лицо органа дознания. Основываясь на процессуальном решении, в котором отражено именно, так называемое, письменное поручение, где обязательно отражается, должно быть это лицо, которое участвует, и конкретно определено это лицо в этом контексте. Кроме того, 189 со значком 1, статья Уголовного процессуального кодекса, она в этом контексте дополнительные требования предъявляет к этому лицу. Должна быть роспись в протоколе лица, что он огласил, именно огласил все процессуальные права этому участнику. И конкретно должна быть подпись этого должностного лица о том, что он огласил соответствующие процессуальные права, процессуальные обязанности этого участника Уголовного судопроизводства. Виктор Иванович, я еще раз тогда перебью из вопроса по поводу росписи. То есть получается, если у нас следователь вместе с одним участником очной ставки находится в городе Москве, например, с адвокатом и свидетелем, а подозреваемый, обвиняемый находится в том же Владивостоке со своим защитником, получается у нас будет два физических протокола, каждый подлинник, которого будет подписан соответствующей стороной очной ставки и их защитниками-адвокатами. Немножко неверно. Здесь речь идет не о двух протоколах. Есть так называемый, это протокол следственного и иного процессуального действия, а речь идет о так называемом подписке, составляющей протокола или приложении к протоколу, что участнику, который находится вне месте нахождения этого следственного действия, а месте нахождения этого лица, довели соответствующие процессуальные права и обязанности. Это так называемое приложение. Причем вот здесь вытекает так называемое еще одно специальное требование, которое законодатель предлагает, которое должно быть соблюдено, это то, что данное должностное лицо, которое находится вне месте проведения этого следственного действия, в течение 24 часов должно самостоятельно направить так называемую, подчеркиваю, подписку и все другие материалы вот этому следователю, на месте которого проводится следственное действие. И вот я хочу, кстати, привести судебную практику. Речь идет о приговоре Зержинского районного суда города Перми о 30.08.2023 года по делу номер 1, дефис 133, дробь 2023, когда суд признал допрос без разъяснения допрашиваемым свидетелям и посредством видеоконференцсвязи, где эти свидетели не были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и этот протокол был признан недопустимым доказательством при производстве по уголовному делу. Вот мы до этого рассмотрели так называемые специальные, то есть первую группу нарушений, которые должны быть соблюдены, в результате которого эти доказательства должны признаваться допустимыми. Либо при нарушениях, естественно, недопустимыми. Но есть еще вторая группа. Их наука называет так называемые процессуально-технические, потому что они вытекают и связаны с техническими элементами, но также соответствуют требованиям закона уголовно-процессуального и связаны с принципом статьи 7, принципом законности. Речь идет о том, что использование видеоконференц-связи только должно быть видеоконференц-связи. И недопустимо, подчеркиваю, недопустимо использование других так называемых видеосвязей в обычном нашем понимании. Ну, к примеру, Вайбер или еще какие-то. И вот здесь хотелось бы привести опять же судебную практику. Это апелляционное определение Саратовского областного суда от 2023 года, от 5 октября, по делу номер 22-2582-2023. Когда Саратовский областной суд, будучи судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного суда, признала недопустимыми доказательствами в результате того, что очная ставка между свидетелями, а также свидетелем и обвиняемым, которые были проведены не посредством ВКС, а с использованием обычной видеосвязи через программу Мавави, а также посредством сотового приложения Вайбер. И еще есть такое же судебное решение, но только уже Ростовского, извините, Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 2022 года по делу номер 1-27-2022, когда потерпевший был допрошен свидетелем по видеосвязи посредством приложения Ватсап, присутствие двух понятых, впоследствии допрошенных в качестве свидетелей об обстоятельствах в производстве данного следственного действия. Это доказательство было признано недопустимым при производстве по уголовному делу. Еще вот специальная, так называемая, вторая группа, порциально-технические нарушения. Речь идет о неустойчивости связи. И третье, это качество связи. Кстати, хочу определить, законодатель четко выделяет, что недопустимо проведение следственных действий с использованием ВКС по тем уголовным делам, в которых имеются сведения государственной тайны или иной тайны, которая охраняется федеральным законом. Вот в этих случаях не должно использоваться ВКС при производстве следственных и иных процессуальных действий. У меня тогда возникает вопрос, как быть с ордером адвоката, который участвует в защите интересов своего доверителя, не в месте проведения следственного действия непосредственно? Очень грамотный, хороший такой вопрос и качественный. Дело в том, что в таких случаях законодатель тоже предусмотрел как бы вот этот случай. Мы об этом только что говорили. Есть так называемая подписка и все другие материалы, которые должны в течение 24 часов самостоятельно предоставляться следователю, который ведет производство по уголовному делу, в месте производства этого следственного действия. Вот именно иные материалы, есть участвовал адвокат при наличии ордера. Речь идет о других материалах, то есть приложения к этой подписке обязательно должны быть представлены. В противном случае, если это будет не представлено, то в этом контексте это так называемое следственное и процессуальное действие, приведенное с использованием ВКС, будет признаваться недопустимым. И опять хотелось бы на этом случае вспомнить судебную практику. В частности, речь идет о приговоре Буйнакского районного суда Республики Дагестан от 7.10.2022 года под номером 1-123-2022, когда неприменение самой видеосвязи в ходе следственных действий и отсутствие в приложении в материалах дела ордера адвокату, участвующих в допросе свидетеля посредством видеоконференц-связи, было судом признано недопустимым доказательством при производстве по уголовному делу. А у меня еще вопрос. Если видеосвязь была установлена и следственное действие проведено, но видеозапись по техническим причинам имеет какие-то дефекты и не может быть отсмотрена участниками уголовного судопроизводства, может ли суд признать такое следственное действие, проведенное по ВКС, допустимым и в ходе судебного рассмотрения, в ходе судебного разбирательства принять такие доказательства? Ну, дело в том, что вот именно вот этот случай, который вы сейчас задали, он не входит ни в первую, ни во вторую так называемую группу. То есть не чисто процессуальные, не технико-процессуальные нарушения. Это чисто техническое нарушение. Оно не включается в эту группу и, следовательно, в результате проведения следственного и иного процессуального действия, в результате которого возможно по техническим причинам произвести, не будет являться недопустимым доказательством. В частности, вот здесь опять же хотелось бы привести пример судебной практики. В частности, речь идет об апелляционном постановлении Краснодарского краевого суда от 2023 года до 7 сентября по делу номер 22 дефис 6056 дробь 2023, где не проведение в виде конференц-связи следственного действия, проводимого по ВКС по техническим причинам, судом признано допустимо, не может быть признан незаконным действием следователя и доказательства, в результате которого являются, безусловно, допустимыми, и что и было указано в этом судебном решении. А скажите, пожалуйста, существуют ли какие-либо ограничения по субъекту проведения ВКС? Например, возможно ли проведение с несовершеннолетним, допустим, с участником не только его защитника, но и представителя, либо нет? Безусловно, посредством ВКС законодатель четко определяет. Это дела, в которых государственная тайна имеет место, быть и длинная тайна, связанная с охраняемой тайной федеральным законом, который охраняется. Но здесь использование ВКС возможно, так называемому несовершеннолетнему участнику уголовного судопроизводства, но с обязательным участием либо родителей, либо педагога и иных лиц, которые на законных основаниях являются его так называемыми опечителями, опекунами. И здесь эти участники обязательно должны присутствовать. А можно каверзный вопрос? Что делать по уголовным делам о разглашении тайной усыновления? Потому что здесь иная охраняемая законом тайна. Вот это, в этих, если имеет место быть сведения, составляющие государственную тайну, либо тайную охраняемую, а это охраняемая, то данное проведение следственного действия недопустимо. Я вас благодарю. Я вас благодарю, Виктор Иванович, за такую статью и за столь подробные ее разъяснения на страницах нашего электронного журнала. Спасибо. С вами была ведущая, адвокат Софья Литвинова в совместном проекте адвокатской коллегии «Альфа» и журнала «Уголовный процесс». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok